После уборки в книжном шкафу я получила заявку на рассказ про вот эти вот книги Ротраут Сезанны Бёрнер про городок. Они делятся по сезонам. Летняя книга, осенняя, зимняя, весенняя у нас в маленьком варианте. И есть еще ночная. Это книги без текста, книги-картонки, у которых всегда одинаковое количество страниц, потому что каждый разворот представляет ту или иную область в маленьком городке, Мы как будто бы идем по городу вместе с его жителями. Здесь повторяются персонажи, но в каждом сезоне они делают что-то свое. В каждом сезоне городское дело какое-то есть, которому они себя посвящают. Вот в летней книге все, например, идут на барахолку. Некоторые сюжеты развиваются сквозным образом. Например, строится детский сад. Или где-то там мама беременная, а в другой раз она уже с малышом. В этих книгах нету текста. А есть только вот эти вот повествовательные линии, которые связаны, во-первых, с сезоном, во-вторых, с перемещением в разные локации городка, и в-третьих, с повторяющимися персонажами, с которыми что-то происходит. Сзади у этих книг для затравки есть такие идеи, за кем можно последить. Например, вопросы. Вопросы или какие-то сообщения. Как зовут героев, например. Иногда здесь просто сообщения, кто что делает. Иногда вопросы. Кому звонит Элла. На каждом обороте свои персонажи названы. На обложке всегда изображено вот это дерево. Вот так оно выглядит зимой, например. А вот так весной. Вокруг дерево горожане. И всегда есть вот здесь вот сбоку Сюзанна. Предположительно, это альтер-эго авторши. Такие книги называются Вимельбух. Это книжка-картинка, на которой можно искать разные детали. Эти книги у нас уже больше пяти лет. И их не надоедает рассматривать детям. И мне самой не надоедает с ними заниматься. Можно показывать им пример, как с этими книгами работать. И потом они уже сами будут разглядывать все. Вот для начала можно рассмотреть первый план. И на нем взять какого-нибудь... Ну, просто посмотреть, кто здесь есть. Основные персонажи. Вот на первом этаже здесь живет старичок со старушкой. Вернее, нет. На втором этаже живет старичок со старушкой. На первом этаже вот это вот семейство. Вот мама родила как раз ребеночка. А на третьем этаже живет папа с дочкой. Вот. И можно просто рассмотреть, кто что делает на этой картинке. И дальше следить за их передвижениями. Вот старичок со старушкой погрузили тыкву. Оказывается, еще кто-то к ним присоединяется с фермой. Новые персонажи присоединяются. Старые продолжают идти. Вот машина, например, которая убирала листья. Продвигается по городу. И можно смотреть, что с ним происходит по пути. Эта девочка читала. Тут она врезалась в столб, не заметив его. Тут вот тетя покупает виноград, а ослик подошел и у нее этот виноград поедает. А мальчик и девочка увидели это. А куда они идут, мальчик и девочка? Вот у них в руках фонарики. И у этих фонарики. И вот еще с фонарями встречаются другие люди. Если мы будем дальше смотреть, мы увидим все больше людей, присоединяющихся с фонарями. Помните, детский сад строили? Вот его уже построили. Тыкву, оказывается, старичок со старушкой несли вот сюда. Здесь выставка. Это культурный центр. Тут обычно сверху выставка. Это библиотека. Здесь какие-то концерты. И внизу тоже бывают активитис разные. Тоже можно посмотреть, что в этот раз в культурном центре происходит. Это городская площадь. Все больше становится людей с фонариками. Они все продолжают куда-то идти. Здесь идет концерт, пьют вино. Едят. Ну, какой-то тоже такой фестиваль, праздник. Обычно происходит на городской площади. Это торговый центр. Всегда интересно посмотреть, какие товары в честь очередного сезона продаются. Они тоже всегда меняются. Меняется оформление витрин. И из книжки в книжку ребенок тоже может наблюдать за этим. Если, конечно, вы покупаете серию. Если вы ограничиваетесь одним, одной книжкой, то вы просто смотрите, что, оказывается, вот они все шли сюда. На берег этого озера. Это такой парк. У них праздник фонариков. Вот вы можете увидеть, что здесь, например, дирижер и скрипачка. Они нам встречались и раньше. Заметили вы их или нет на предыдущих страницах? Если нет, можно вернуться и посмотреть. Вот они уже на ходу начали петь и репетировать, играть. Здесь, а встретились они где-то вот тут, возможно, впервые. А здесь они еще не встретились. Вот на вокзале покупает старичок, этот дирижер, газету. А где же скрипачка? Вот можно поискать скрипачку. В какой момент она есть уже на этой картинке? Или они встретятся только здесь? Ну, вот так вот мы и смотрим. Потом, когда мы просмотрим весь первый план, можно начинать смотреть второй план. Или там, например, детали. Что в каждом доме, какая обстановка. Или что на заднем плане происходит. Тут тоже есть, например, по небу летят эти гуси. Они будут перемещаться в течение всей книжки. Есть тут попугай потерялся. Вот он будет прятаться на каждой страничке. Дальше вот машины едут. Можно смотреть. А, там цирк приехал. А тут лес, вот кабан. Здесь охотник гуляет. И все эти детали на заднем плане. Вот там какие-то огородники. Вот эти едут люди какие-то из отпуска, может быть. С ними что-то происходит. Вот попугай на этой страничке спрятался. Вот котик тоже с ним происходят какие-то дела. Иногда он просит в лавке рыбку, например, съесть. И так далее. Одну книжку можно рассматривать очень много раз, не повторяясь, потому что если вы начнете рассматривать, например, эту выставку, или что происходит в библиотеке, какие книги стоят в библиотеке. Иногда можно в библиотеке или в книжном магазине вот здесь увидеть знакомые книги. Например, вот это Карлхен. Это из же, этого же автора. У нас тоже есть эти книжки. Каждый раз вы обращаете внимание на новые детали. И с ребенком тоже можно задавать какие-то вопросы. Можно просто описывать персонажей. И оно такое многослойное. Тут, например, лиса путешествует по этой книжке еще. Замечать каких-то персонажей. Замечать, как меняется небо. Вот тут гуси на ночевку хотят сесть. Уже вышла луна. Ну, как я уже сказала, интересно рассматривать каждую книжку в отдельности. Ну, и интересно их смотреть в полной серии. Потому что персонажи нам уже знакомы. Тут вот мама беременная. Помните, мама была с малышом. Вот она беременная. Посмотреть, какие у них новогодние. Для каждого сезона есть еще свои активити, с которыми можно с детьми даже и повторять. Еще к сезонным таким вещам можно отнести. Вот, например, приметы природы какие-то. Вот какие птицы тут. Что с деревом. Какой-нибудь вот зайчик. В конце у нас, видите, вот же этот зайчик в парке. В парке, видите, все такое пустое, обледенелое, заснеженное. То, что где летом дети качались, играют в песочнице, все пусто. Но зато можно кататься на коньках, играть в снежки, делать снеговика. На самом деле, когда ребенок маленький, ну, конечно, некоторые вещи мы делаем по инерции, просто по памяти детской. А на некоторые вещи иногда нужно вдохновение. Кто-то должен напомнить, о боже, можно же сделать снеговика там, да, или можно сделать вертеп, или можно сделать такие какие-нибудь определенные поделки к Новому году. И в этой книжке всегда можно найти идеи. Например, я обожаю праздник фонариков, который мы смотрели в осенней версии. И мы даже с детьми делали праздник фонариков, в том числе ссылаясь на опыт героев этой книги. Можно смотреть, как все украшают к Новому году свое жилье, какие тут есть угощения, как уютно вообще весь этот денечек такой, да. Вот играет на пианино ученица, а учительница уши закрывает. А вот наш попугай знакомый, а вот книжный магазин. Какие книжки сегодня здесь продаются? Вот, например, Сюзанна, видите, купила себе книжку про городок. Собственно, зимнюю, судя по цвету корешка. Вот девочка нашла ключ, который выронил этот бегун. Кошелек и ключ. Можно посмотреть, о чем эта история. Вот тут авария произошла. Попугай отвлек водительницу. Вот старичок разминается. А девочка смотрится, уже с кошельком стоит. Значит, где он его обронил? Вот тут она его уже нашла. Старичок бежит. А, вот он обронил. А что на ферме? С каждым сезоном ферма изменяется. Ну, в общем, это можно бесконечно рассказывать, смотреть, как изменился интерьер наших знакомых героев. Я, честно говоря, сама увлеклась такая. Сижу, уже книжку рассматриваю, бормочу что-то под нос. Ну и, конечно, помимо сезонных книг, они вот есть, мне кажется, это попозже вышло, ночной формат. Что происходит ночью. Тут тоже есть забавная сцена, которую дети очень любят. Например, голый дядя или тетя стучит в потолок, потому что ей мешает спать. Вот, мальчик ночует в палатке. Ну, короче, какие-то тоже уютные такие вещи. Я, честно говоря, сама так проникаюсь с каким-то спокойствием, замедляюсь, когда смотрю эти книжки. Вот эта способность гулять или делать какие-то поделки, слушать музыку, читать книжки, она бывает такой подзабытой, если человек, например, как я, очень подвержен интернет-зависимости, все время сидит в гаджетах. Вот это напоминание о простых радостях, оно такое замедляющее, успокаивающее нервную систему. Все это, мне кажется, очень уютно. И мне иногда хочется просто пойти погулять. Вот я смотрю на эти игрушечные нарисованные цветочки летом, и такая думаю, блин, надо выйти из дома и погулять. Мне прям хочется. Не потому что надо с детьми, например, гулять, потому что это хорошо, а мне хочется уже не в книжке пережить это, пережить эти снежки или осеннее шуршание листьев или летний сад. А мне хочется по идее само это испытать. Так что лично для себя я эти книжки тоже считаю такими очень целебными. Ну и вот покажу. Это был набор из четырех книжек в миниатюре. Они продавались в одной коробочке. А мы, поскольку у нас все большие есть, мы раздарили маленькие, и только весеннее у нас осталось. Они, значит, мне не понравились чем? Вот она развалилась очень быстро. Плюс, конечно, мелкая книжка. С миниатюрами можно знакомиться, когда, мне кажется, вы уже знаете большие книги, а это хотите взять в самолет, в какое-то путешествие, и ребенок уже лучше узнает всех героев. Тут все понятно, что происходит. Или можно с лупой рассматривать. Ну так тут все видно, и без лупы, конечно. Ну так, для забавы можно присоединить лупу к этому развлечению. Мне не очень понравились миниатюры, потому что они такие мелкие. Поэтому вот я себе оставила лишь одну книжку, которой нет в нашей большой коллекции. Надеюсь, я ответила на вопрос, что именно нужно делать с этими сезонными книгами, и как их читать. Мне очень понравилось вообще, что есть вопрос, и на него можно дать ответ, поэтому с удовольствием расскажу еще. И, кстати, да, меня еще спросили про книжки для малышей. Я тоже про это сделаю отдельное видео. Спасибо за внимание, и пока, до следующих видео. За кем ты следишь? Я за этой девушкой следила. Кто у нее в этом свертке? Крокодил. А где она его купила? Вот он. И вот она есть. А тут есть? Значит, на первой странице ее нет. Значит, она появилась на второй. Да. Значит, она, возможно, крокодила купила здесь. Нет. Смотри, тут продается крокодила. Да. Возможно, она его тут купила. Он был не последний. Ей его завернули. И она сейчас пойдет. А может, она сама завернула. А может, ей... Смотри, этот ей машет. Лавочник. Значит, он с ней прощается. А тут она с кем идет в компанию? Тут она уже будет... Кому она машет? Теперь она будет уже... Снимать. Нет, смотри, она не ему же машет. Да. Но она тоже с ним пойдет. Гитарист тоже пойдет на праздник, да? Да. А точно вот они втроем идут. Ой. А это кто? Мальчик тянет девочку за косичку. Да. Ну, это не я. Но это не я. Я не такой. Я не такой. Тянуть какую-то за косичку. Ну-ка, покажи еще раз. Вот. Ты вот этот мешотка. Да. И этот мешотка с таким луком. Ой. А где она появилась? Ну, это дети продают свои игрушки. У них тут такой блошиный рынок. Барахолка. И эта тетя раздумывает не купить ли чайник. У них не Барахолка. А музыкант, который с гитарой рассматривает тамбурин. А мне показалось с днем рождения у кого-то. Ну, это, видишь, на этой площади происходит такой рынок небольшой. Все люди разложили покрывало. А на покрывалах вещи, которые им не нужны. И они их продают. Вот это в корзину с вещами. Это тетя себе вещи присматривает. Или на столе. Или на лавочке, наверное, на скамейке. Мне бы лук. Ты бы лук купил себе? Да, я бы лук себе купил. Со стрелами, колчаном и луком. И мишенью. И я бы стрелял. Давай посмотрим, куда они пришли. В итоге. О, мне нравится. Знаешь, что тут? Что? Сейчас. Я увидел. Что это? А что это за палка тут висит? Ну. О, мне нравится. Пока. О, мне нравится.